31 декабря 1913 года в прачечной мастерской, помещающейся на Вознесенской улице, от неизвестных причин вспыхнул пожар, который вскоре удалось прекратить. Убытки от пожара незначительные, а мы с вами возвращаемся на 110 лет и гуляем по одной из самых старинных самарских улиц, которые в советское время превратилось в улицу Степана Разина. Ты лежи, моя открытка, в старом ящике на дне. Ты ползи, моя улитка, по старинной, по стене. Улица Вознесенская, где-то четвертая, а где-то и третья, по счету вверх от Волги. Набережная, Преображенская, Казанская, а тут и она Вознесенская. С Вознесенским храмом на ней и десятками, если не сотнями самых разных случаев и историй, которые случались и происходили всего-то в полутора сотни домов, смотревших друг на друга с четной и нечетной сторон этой улицы. Тут и скромные одноэтажные домики и полукаменные, полудеревянные двухэтажные их соседи и трехэтажные особняки, рядом с которыми не забалуешь. Истории в этих домах происходили тоже самые разные, и веселые, и печальные, и анекдотичные, так что всего и не упомнишь. Всего не упомнишь, а вот кое о чем мы вам сегодня расскажем. Ну вот, например, некто Кох в марте 1913 года, проживавший на Вознесенской улице в доме номер 11 и в квартире номер три, искал должность приказчика, о чем он и объявил через газету. При этом Кох сообщил, что знает немецкий язык и имеет рекомендации. Нашел ли он эту должность, мы не знаем, но вот зато жену, тещу и новую квартиру нашел точно. Интересно, что об этом сообщила та же самая газета «Волжское слово» всего каких-то три месяца спустя в июле 1913 года. На этот раз некто полякова, проживавшая на Вознесенской улице в доме номер 138, заявила полиции, что живущий вместе с ней ее зять Энн А. Кох взломал ее сундук и похитил разных вещей на 34 рубля. Вот такие, значит, дела. Искал должность, а нашел жену, тещу с квартирой и тещин сундук. Надо ли было для этого знать немецкий язык и иметь рекомендации? Сьенам неизвестно. Впрочем, очень может быть и надо. А пока зять госпожи или не госпожи Пляковой объясняется с ее юбками, мы с вами посмотрим, каких еще должностей, мест и заработков искали проживавшие на Вознесенской улице Самарцы в 1913 году. Акушерка Чемодурова фон Гейер имеет многолетнюю практику при родильнях, предлагает услуги. Обращаться в Вознесенская 44, где скрещение иконки. Прием с 11 до 2 часов дня. А вот еще. Интеллигентная особа ищет место экономки, костелянши, боны или кассирши с залогом в 1000 рублей. Адрес Вознесенская 54, квартира Докукина. Свободный художник София Михайловна Эльцина возобновила уроки музыки на рояле. Видеть ее можно ежедневно от часа до 4 часов дня в квартире Степанова на Вознесенской улице 99, телефон 298. Ну и еще. Полотер Багин. Вознесенская 122, дом Жуковой. Дождался ли клиентов, проживавший на Вознесенской улице в доме Жуковой, полотер Багин, мы не знаем. А вот зато владелица дома Анисья Жукова кое-кого дождалась. Но вряд ли этому обрадовалась. В декабре 1913 года в ее запертую квартиру забрались воры, которые похитили разного имущества на 50 рублей. Потерпевшая видела, как со двора ее дома выбежал какой-то мальчик, но задержать его не успела. Пришло из Жуковой обращаться в полицию, а уже сыскной агент Русинов, согласно сообщенным ею приметам, нашел малолетнего вора, которым оказался крестьянин Иван Митрофанов. Всего только 10 лет от роду. Жулика, забравшегося в ее дом, Жукова сразу же узнала. Да и тот отпираться не стал. Да, это был он. Вот только похищенных вещей у малолетнего воришки уже не было, так как он немедленно сбыл их Григорию Ипатову по прозвищу «Ладошник». Задержали и Ипатова тоже. И он тоже не стал отпираться. Вот только похищенных вещей у него не оказалось. Все вещи он давным-давно перепродал торговцу с Троицкого базара. Но зато у Ипатова были найдены и другие краденые вещи, которые были опознаны рядовым пятого драгунского полка Каретниковым. Как сообщил «Ладошник», эти вещи тоже были принесены ему малолетним воришкой Митрофановым, который, несмотря на свой юный возраст, оказался большим специалистом по части жульничества. В результате оба – и вор, и приемщик краденого – были привлечены к законной ответственности. А вот кто забрался в квартиру Хидоровой, проживавшей на Вознесенской улице в доме номер 18 в ночь на 1 января 1913 года, так и осталось неизвестным. Но как бы то ни было, из запертой квартиры, в отсутствии хозяйки был похищен самовар, стоящий 20 рублей. Самовара жалко, но жалко и пиджака. Неизвестно кем похищенного у Мещанина Прокофьева, проживавшего на Вознесенской улице в доме номер 73. Произошло это в сентябре, а стоил в пиджак 16 рублей. И в сентябре живо разобрались на квартиру поручика Зарядина, проживавшего на Вознесенской улице в доме номер 139, похитив байковое одеяло, стоящее 15 рублей, и электрический фонарик, ценою в 1 рубль 50 копеек. Ну или вот, к примеру, 28 декабря в чулан квартиры Ковалева, проживавшего на Вознесенской улице в доме Малюшкина. Забрался неизвестный, покушавшийся похитить сложные там разные вещи. Однако кражу он совершить не успел, так как был замечен Ковалевым и при задержании попытался его убить. Но был-таки схвачен и отправлен в полицейский участок. Одним словом, вор должен сидеть в тюрьме. А вот где должен был теперь сидеть едва не обворованный Ковалев, можно поднять из заметки, опубликованной в газете «Голос Самары». Домовладельцы Никлютин и Малюшкин, писала газета, желая канализировать свои обладения на Вознесенской улице, просят управу, позволить им соорудить уличную канализацию по всем нормам и размерам инженера Лентлея. Что тут скажешь? Молодцы Никлютин и Малюшкин. А вот домовладелец Сидоров совсем не молодец, потому что весной 1913 года он приступил к возведению трехэтажного каменного дома, не спросив на то согласия соседней домовладелицы Черновой. В результате этого он построил мостки через единственный проход, ведущий к ее дому. И с этих мостков постоянно падали камни и доски. Еще 5 июня госпожа Чернова обратилась к приставу первой части с заявлением, требуя удалить эти мостки. Но ответа на ее заявление не последовало. А Сидоров, между тем, построил еще один ярус мостков. И днем 15 июня с этого яруса свалился кирпич весом не менее 9 фунтов. Падая с мостков, кирпич отломил край доски. И, пробив два звена стекла, упал на пол в дом госпожи Черновой. В результате жильцы отделались легким испугом. А ведь все могло кончиться иначе. А, господин пристав, что скажете? А если сказать вам нечего, то и не говорите. А мы пока заглянем в дом, где летом 1913 года по случаю отъезда распродавалась разная мебель. Столы, стулья, книжные шкафы, кровати, а также посуда, картины и прочее. Если что, второй дом от угла. Поспешите. И еще. Шарабан «Американка». Московской работы продается. Вознесенская улица, дом номер 5. За смертью владельца сдается экипажное заведение на полном ходу. Здесь же продаются зимние и летние экипажи. Адрес Вознесенская, номер 17. Дом наследников Пшеничникова. Сдается помещение под магазин. На хорошем месте. Можно и под заведение. Угол Вознесенской и Успенской 23. За отъездом продаются лошадь, экипажи и цветы. Вознесенская, 52. Квартира капитана Юнша. Семенное просо бланжевое. Урожай 1912 года продается по 1 рублю 50 копеек за пуд. Для продажи имеется только 125 пудов. Справится квартира нотариуса Афанасьева. Вознесенская улица, 52. И, наконец, случайно продается булочное заведение на полном ходу. Существует более 40 лет. Угол Вознесенской и Заводской улиц. Да уж, чего здесь только не было. Так в доме номер 51 по Вознесенской улице разыскивали гувернантку к трем девочкам. Француженку, умеющую играть на рояле. А вот в доме номер 65 продавали рояль фирмы Беккер в полной исправности. Причем за полцены. Особо на этот рояль просили обратить внимание учебные заведения или биоскопы. Продавалось даже дело с гарантией за успех. Милости просим в дом 77 в квартиру 2. А вот если вам нужен липовый мед или пасеки, то это чуть подальше в доме номер 101. И тоже во второй квартире. Нам неизвестно, ел ли мед очень нуждающийся молодой человек, проживавший в 1913 году на Вознесенской улице. Трезвый и хорошо знающий таксировку грузов, он убедительно просил дать ему место конторщика или приказчика и был согласен даже на малое вознаграждение. А жил он в доме номер 156 в 6-й квартире. А вот жене казака области войска Донского, Евдокии Ивановне Гришновой, 25 лет от роду, ни пасеки, ни мед уже точно были не нужны. Поссорившись с мужем 11 июня 1913 года, в 9 часов вечера она приняла значительную дозу сулемы. Отравившуюся отвезли в земскую больницу, где ее жизнь была признана в опасности. Старый город, старый камень и харчевня, старый ром. Что-то пишет старый парень, притупившимся пером. С вами был Михаил Перепелкин.